Всем привет! Вы смотрите проект Хороший Программист. И это наша рубрика Вопросы-Ответы. Напоминаю правила. Вы присылаете нам вопрос, мы даем на него развернутый видео-ответ. Сегодняшний вопрос звучит так. С какого языка программирования начинать изучать программирование? Это вопрос, наверное, один из самых популярных у новичков. Постараюсь дать на него краткий, но емкий ответ. Откуда вообще взялось множество языков программирования? Ну, программирование – прикладной инструмент, это понятно. Задач в мире много разных, поэтому языки появились разные, их очень много. Каждый заточен лучше для решения какой-то своей задачи. Пока вы новичок, вам рано решать какие-то серьезные задачи. Вам нужно освоить базовые вещи. Прежде чем садиться в автомобиль, вам нужно изучить правила дорожного движения. Вам не важно, с какого языка начинать учить программирование. Ну, почти не важно. Сейчас объясню, почему почти не важно. Потому что большинство современных популярных языков программирования построены по одинаковым принципам. Отличаются только синтексисом, какими-то деталями, нюансами, библиотеками, сферой применения. Но принципы заложены примерно одни и те же. Поэтому, грубо говоря, вы можете выбрать любой язык. Но есть один нюанс. Чтобы ваш путь обучения, ваш путь новичка был как можно проще, как можно интереснее, увлекательнее, лучше выбирать язык, удовлетворяющий двум критериям. Во-первых, он должен быть достаточно простой. Во-вторых, он должен быть достаточно популярный, актуальный, реально используемый в реальной жизни программистами. Чтобы у вас потом был как можно более простой переход от изученного языка к любому другому, который вы захотите. Таких языков из современных сейчас, в принципе, несколько. Могу выделить два наиболее подходящих под эти два критерия. Во-первых, это Python. Во-вторых, это Ruby. Эти языки очень похожи во многом. И на мой личный взгляд, субъективный, чуть-чуть попроще для людей, которые никогда не занимались программированием, будет язык Ruby. Именно поэтому, кстати, мы на базе языка Ruby сделали свой курс «Настоящее программирование для всех». Мы просто посмотрели на примере какого языка делать курс по основам программирования и выбрали наиболее, на наш взгляд, простой. Это мощный, гибкий язык, достаточно популярный сейчас, который не будет вызывать у вас лишних проблем, кроме тех, которые перед вами и так встанут, когда вы будете изучать основы программирования. И, пожалуйста, избегайте всякой рухляди типа Паскаля, которым до сих пор почему-то пичкают детей в школе, типа Visual Basic, Fox Pro. Это не лучший выбор для новичка. С вами был Хороший Программист, рубрика «Вопросы-ответы». Присылайте нам свои вопросы, ставьте лайки под этим видео, вам не сложно, а для нас это важно. Подписывайтесь на наш канал, рассказывайте о нас друзьям, задавайте вопросы и до новых встреч в следующих видео выпусках. Субтитры подогнал «Симон»! Подписывайтесь на наш канал! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!